итак у нас сегодня разбор второго третьего до задания для уговорения и вторая тема на прошлом уроке у нас был english learning english и сегодня у нас должен быть talking about the интернет так значит смотри как мы сделаем я в этом видео до начала должен буду в начало вставить уже готовый вариант когда будет сам текст ну про интернет до чтобы вот если вдруг кто-то смотрит чтобы он сразу видел готовый результат и начал там списывать я не знаю чуть что делать с этим а уже потом пойдет наша болтовня всякой такая и кому если вдруг интересно наверное будет не интересно но мне надо как-то привлекать то есть внимание поэтому я на начало сделаю конец нашего урока так ну а сейчас значит давай-ка вот вот этот повторим материал материал говорю задание лена английский все весы и тыс necessary to speak english now days in line тебе обязательно посмотреть то видео что там все есть а я забыл тебе еще в прошлый раз распичала я не могу сейчас распечатать потому что я сейчас на втором компьютере не там не установил все время забываю станет принтер поэтому это нужно ну есть же вариант видео то есть ты можешь сама с видео работать не обязательно мне распечатывать пока я не могу я с удовольствием бы распечатана не могу поэтому смотри вот я наверно вырежу с видео то есть я там вы много что вырезаю если ты сразу можешь сказать чтобы не терять время если ты не можешь мне ответить не могу следующий раз хорошо а как ты это сделаешь и дом будет смотреть будешь смотреть видео а если у тебя опять будут какие-то дела у меня каникулы каникулы понятно понятно а мне это как ножом сердце ну потому что уже каникулы уже оказывается прошла четверть а я тут делаю программу я же хотел ее чтобы она в полном объеме заработала в сентябре например а я тут еще только раскочегариваюсь я понимаешь так еще четверть прошла ищу то есть все похоже на то что она будет полностью готова концу учебного года когда она уже не нужна наоборот все будут такие годовые ладно давай так значит давай вот вот это вот который где у нас вот это да про интернет да сразу будем составлять текст в прошлый раз же не составляли мы просто болтали правильно так давай мы вот вот этот скопируем вот это вот так и ставим вот сюда а вот здесь мы здесь так сейчас подожди к здесь у нас че такое вот здесь у нас будет что мы там писали в прошлый раз агэ английский у нас был титул здесь вот так не помнишь нет не помню ну ладно угле английский говорение ну чтобы видно было шапка то есть чем мы занимаемся так попробую пониже опустить не пропускается странно вот так вот ладно вот пусть будет вот так так теперь значит теперь вот здесь вот это вот мы наоборот сейчас так вот people use the internet for internet for internet for это переводится для чего люди используют интернет да ты помнишь о чем мы говорим на прошлом занятии да давайте так будем стараться без пока что без местоимения хорошо ну так people people use the internet for work watch watch for their work no for the work their work 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 в общем смысле как работа будет без артикляв в например ходить на работу будет go to work быть на работе be at work да возвращаться с работы come from work go to work be at work и come from work так ты вспомнила, да? да это очень важно значит значит работает чуть-чуть то что мы делаем да не все зря не все даром проходит так это очень важно важно чтобы был какой-то определенный след так people use the internet for work reading reading не понимаю I don't understand интернет for reading интернет это книга что ли какая-то я хочу почитать поэтому я для этого открываю интернет да что да ну хорошо for reading electronic books так а вот еще что тут такая вот штука угу так вот здесь так где у нас for work вот он так вот это вот мы удалим так what people use the internet for people use the internet for work так reading наверное куда-нибудь в конец поставим да for work давай вот здесь вот смотри сделаем так for work business and education нормально так что это для бизнеса не используется что ли не она используется но не только ведь что сейчас практически не а это мы дальше для работе используется интернет да 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 я понял for work and education business and education ну ладно а почему для тебя work и бизнес это одно и то же нет нет а ты думаешь для бизнеса интернет не используется не ну бизнес это ведь тоже работа так я тебе только что спросил говорю для тебя работа и бизнес одно и то же да это не одно и то же работает работает когда человек ходит куда-то ему платят за эту зарплату и он для большинства людей подавляющего большинства людей более чем девяносто девять процентов у них фиксированная зарплата но бывают премии но ты не можешь получать постоянно в два в три раза больше определенные суммы бизнес это совершенно другое ты независим от зарплаты бизнес ты сам создаешь эти деньги ты что-то продаешь ты предпринимаешь поэтому это совершенно разные вещи работа и бизнес понимаешь for work business and education да так for watching films это у нас как бы второй раздел да значит давай так they can also да they can also use the internet internet for watching videos learning news да ну тоже сделаем еще одну такую группу у нас там логические работа бизнес и образование а теперь у нас логические новости видео и книга да а можно еще здесь еще один такой пунктик ставит как прослушивать музыку прослушать музыку да так так for watching videos learning news reading books электроны так reading 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 можно ebooks не хочешь так ebooks reading ebooks или прям тебе хочется сказать electronic electronic reading ebooks тем более я даже не уверена что это именно так произносится что именно electronic 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 очень правильно хочешь я проверю нет не надо а тут же не нужна запятая в английском языке это нормально в английском языке можно ставить запятую перед союзом and а можно не ставить и по-моему что касается стопроцентной грамотности нужно ставить а не ставить просто допускается то есть не считается прям серьезной ошибкой ясно а в русском языке да не ставится у них там вообще какая-то фигня с пунктуацией придется вырезать вот это вот фигня с пунктуацией вот но на будущее смотри сейчас это же правда зачем это вырезать хорошо ладно может я не буду вырезать так у нас два предложения давай будем делать всегда 12 предложений знаешь почему потому что это максимальное количество ну кто-то может для себя взять вот это это третье десятое да кстати если вдруг ну гипотетически представим что канал был бы популярным и люди бы массово начали бы переписывать для себя вот эти ответы все было бы одинаково да все было бы одинаково то у тебя есть доказательство что это именно твой ответ если ты можешь потом сказать вот предоставь ссылку на youtube канал вот здесь вот я вот мой голос мы вот я делал вот эти ответы это ответы мои хорошо ведь да вот видишь так что у тебя есть алиби алиби то что это именно твой ответ потому что если действительно вот вдруг ну вдруг я бы был бы очень рад если бы знаешь вот массово люди стали бы использовать это видео и переписывать к себе все вот эти ответы я был бы рад ты бы была бы может быть не очень рада правильно ты бы подумал ой мои ответы сейчас будут все там ну или многие говорить там допустим не у меня такого нет я всем списывать всегда даю как бы хорошо итак значит смотри поэтому нам нужно брать максимальное количество ответов чтобы если кто-то захочет там десять он мог что-то два убрать предложения да и получается там ну или я такая многое привык что мы там решили вспомнила хоть одно предложение так хорошо давай еще раз пробежимся значит people use the internet for work, business, and education they can also use the internet for watching videos, learning news, reading ebooks, and listening to music два they can spoke speak короче как будто общаться they may communicate they may communicate they may communicate these may communicate 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 with other persons people 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 using messengers ну мессенджер это программа для общения типа мы не будем это указывать социальные сети или будем указывать значит зимой коммуникейте выездить азы так сейчас сейчас подожди зимой зимой коммуникейте видеть азия так сейчас я бы здесь немножко бы добавил using ну такая еще тоже не договорила договори это дальше чуть дальше но мы дальше раскроем эту тему общения все вот это вот социальные сети но просто у нас будет вот это предложение нагромождено перегружена слишком мы даже просто они могут общаться друг с другом да а таким образом вы меня заставили еще больше предложений придумать так у нас и поэтому я тебе и говорю давай дальше было больше предложений но вы говорит то что а так это предложение нагружено будет перегружена да ну мы сначала должны дать более общую тему общение в интернете а уже потом ее раскрыть что это общение может быть не просто языком трепаться а мы можем обмениваться видео ну типа снимать ли себя то есть на видео общаться друг с другом или говорить или писать да это я и хотел вот я хотел they may communicate with each other там допустим сэндинг сэндинг летос мэссиджес спикинг speaking 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 via skype или using skype не будем другие аналогичные да понятно что skype это самый такой энд а за программс энд а за программс энд а так сейчас энд крутится как это лучше сказать тэйк пак 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 энд юс вот так энд юс видеоконференсис вот так видео хочешь вообще круто так это что же самое что skype мы уже сказали и skype и all the programs сейчас еще скажем видео конференции три раза мы тоже сказали так speaking and seeing сейчас я чуть-чуть уже да устарел так speaking and even даже или уже до слова даже это никого не удивляет что люди видят друг друга это нормально голода нормально seeing speaking speaking and seeing each other using skype and other надо добавлять аналогис программс окей так сделали так дальше значит теперь давай ну социальные сети это очень тоже такое широко распространенное явление ну там можно написать про то что там можно обмениваться и музыкой и видео фотографиями и всем чем только можно ну опять используя социальные сети да на одно предложение второе предложение еще можно написать про социальные сети то что там можно не только друг другом общаться можно знакомиться можно обмениваться опытом как вот на критику что-то отправляют можно учиться с помощью этого не вот тут я здесь два три момента лишних они это твое понимание социальной сети то есть каждый там в меру своего понимания это до описывает вот но то что ты вначале сказал это да ну вот там же надо раскрыть социальные сети со всех сторон у нас должен баланс мы не можем раздувать вот это сообщение делать его очень большим да я и так стараюсь выдерживать баланс чтобы предложение были не очень короткими то есть информативные чтобы они были но и чтобы и не были раздутыми ты знаешь если мне дать возможность сказать про интернет я без подготовки сейчас наговорю на целый час наверное понимаешь да это человека который может три часа подряд говорить про интернет и не повторяться при этом делать это два раза в неделю по три часа приведи его сюда его запишем его сожмем что 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 значит техника а интернет не техника нет вот именно что интернет техника но у него так достаточно очень часто противоречит сам себе с одной стороны интернет это хорошо с другой стороны плохо и ясно так а кстати у нас там третий вопрос да может ли интернет повредить навредить как-то людям так и надо программ значит дальше значит как мы скажем что люди могут принимать участие в социальных сетях это не очень принимать участие в социальных сетях могут быть членами социальной сети правильно так people may become members members of different social networks так стихом networks так and she вот здесь да мы скажем это у нас четвертое предложение правильно так давай сделаем наверное поменьше вот здесь шрифт на да вот вот в этой части до конца во первых ну да сделаем поменьше шрифт а у нас и так он маленький кого-то бы 12 а почему тогда почему тогда такие большие буквы здесь непонятно я ничего не понимаю 10 а он не меняет почему не меняет да так а если мы а вот этот поменяю тебя нибудь а тут что-то меняем так ну мне кажется он слишком большой мы не видим всего текста вот так я сделал то мы его не видим так на что мне вот вообще это не нравится давай мы вот так вот сделаем вырежем это все ставим так вот сюда все это опять скопируем и обратно ставим чтобы был нормальный формат текста а то то что тут это ничего не поменялось да да ладно мы же помним весь секс хорошо ладно ну я просто для зрителей к них это очень большие буквы так members of different social networks то есть у нас четвертое предложение те кто будут смотреть это на маленьком экране телефона поблагодаря хорошо ладно уговорила так 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 значит а мы же не закончили это предложение да может быть это сделаем следующим предложением чтобы было больше да вот про вот эти фотографии что здесь непонятно где хорошо people may become members of different social networks что здесь непонятно где хорошо people may become members причем тут вот со слова become и дальше все непонятно мемберс это члены social networks социальные сети да все а зачем тогда different разные много может быть да не только в одной может быть мы не биком а принять участие в социальных сетях или вот тебе вот так иметь страничку понимаешь можно иметь страничку и все и забыть про нее ничего не делать кстати быть членом социальной сети тоже примерно то же самое что может быть как бы комьюникейт опять на у нас слово комьюникейт уже было да может быть take part принимать участие вот ты бы что бы сказал социальные сети иметь страничку это тоже как бы пользоваться интернетом хорошо давай так так теперь про фотографии видео да people can also they can also they can also me me send значит так send or upload выкладывать или посылать да send потому что send это ты кому-то посылаешь upload это ты выкладываешь где-то там социальной сети например send or upload 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 there photos and videos фотографии видео правильно мы же не будем там про аудио файл говорит правильному музыку напомним тем более музыку это неправильно выкладывать это нарушение авторских прав то что делать вконтакте это не совсем правильно но это неправильно просто их не могут за это наказать и все так что нибудь еще to other people with other people этого хвост they can also may send or upload their photos and videos photos videos а вот здесь я бы добавил помимо social networks еще and forums и на форумах а ну да да а вот в последнем предложении еще надо добавить истории истории the stories я тогда в начале потому что фото с видео stories photos and videos так предложение не хватает ну я могу добавить играть в игры потому что это сейчас очень а ну да но это уже другое это уже не социальные сети не не у нас же сейчас параграф зачем люди используют интернет и мы перечисляем вот сейчас мы перечислили социальные сети все от них отойти ну да мы можем мы уже потихонечку от них отошли говоря вот 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 это предложение понимаешь оно относится и к социальным сетям и вообще то есть можешь посылать видео фото не только через социальные сети но через скайп через электронную почту правильно так получается через интернет люди могут вместе играть в компьютерные игры просто играть в компьютерные игры для уже понятно что это вместе да ну непонятно почему непонятно большинство людей сейчас играют в компьютерные игры не одиночные а именно с другими людьми и через интернет то есть это уже априори понятно Игры, они только через интернет. А если один играешь, то можно игру скачать, и всё. Мы же говорим, зачем использовать интернет, а не компьютер. Правильно? Давай прикинем быстренько, есть что-нибудь ещё из таких вот глобальных вещей, вот, игры. Вот что ещё, для чего ещё можно использовать интернет? А, покупать? Да. Да? Вот так. Значит, people may visit, they may visit, так, интернет shops, shops, and buy things there. There, можно добавить, which is very convenient. Что очень удобно. Many young, many children and young people play, like, enjoy playing компьютер games. А мне кажется, вот это писать не надо, потому что очень многие взрослые играют. Я не хочу, чтобы у нас было вот это many people, чтобы вот для разнообразия, ну, действительно, большинство детей и молодые. Но можно написать, ну, можно написать, но можно написать many persons, many пользователей интернета. Ладно, мы же это потом можем подредактировать, да? Ну, и поднимаешь, тогда придётся всё убирать, children убирать, и у нас опять получится many people. Ладно. Не, ну, people можно заменить на many пользователей интернета. Many users. Не-не-не-не-не, здесь никак users не звучит вообще. Ты знаешь, те, кто играет в компьютерные игры, это не интернет-пользователи. Internet user в таком, как бы тебе сказать, в правильном понимании, в хорошем, это тот, кто может пользоваться, использовать все преимущества интернета. А игры – это вообще близко не преимущество. Понимаешь, игры – это то, что не даёт никакой пользы, ну, я так думаю. А раз не даёт никакой пользы, так какое это преимущество? Internet user – это тот, кто умеет пользоваться, использовать интернет для себя, для того, чтобы двигаться в этой жизни. Вот это лично моё мнение. Я считаю, что те, кто играет в игры, это вообще близко не интернет-пользователи. Это геймеры. Есть вот геймеры, а вот есть интернет-пользователи. Internet users. Хорошо. Так? Many children, а не я. Ну, значит, ты не хочешь вот это убирать, будет many people. Ты же сама сказала. Many people тоже не подходят. Ну, видишь, я тебе сразу поэтому предложил, чтобы разнообразить, да? Many people and… Хочешь, вот вместо people я young adults. Adults и взрослые люди. Пойдёт так? А ты вообще эти слова… А, у нас же программа будет, при помощи которой мы будем запоминать эти слова, да? Young adults. Young adults. Adults. Young adults. Adults. Угу. Чего я неправильно? Одну дилишнюю поставил. Угу, понял. Так. А вот все вы взрослые говорите, что, типа, только дети играют. Ты знаешь, а есть взрослые дети. Есть такая поговорка «маленькая собака до смерти щенок». Угу. А ещё вот хочешь немножко такое… Ну, это как бы о мужчинах и о женщинах, да? Смотри, как говорят. Значит, так. Типа, мужчина, он всё время мальчик. Он никогда не вырастает из этого возраста. То есть, мужчина – это всегда мальчик. Мальчик, когда он вырастет, станет мужчиной, он всё равно будет мальчиком. Угу. А девочка уже девочкой женщина. Ну, вот есть такое расхожее. То есть, понимаешь, они типа рано взрослеют. То есть, у них уже в голове правильные приоритеты в жизни. Ну, типа, правильные приоритеты в жизни расставляются. Практицизм вот этот вот начинает работать. Понимаешь, да? С самого правила есть исключения. Ну, конечно, есть. Есть девочки, мальчики. Ну, в смысле, в мозгах, да, такие. Да. Правильно? Так. Не будем писать компьютер, да? Онлайн геймс. С куколом с уже предложений. Шесть или семь. Тогда можно ещё написать про то, что... А у нас потом не хватит для второго абзаца. Мы исчерпаем лимит предложений. Ну, говори, что ты хочешь. А какой у нас второй абзац? Второй абзац. Вот educational opportunities. А тут ты понимаешь, тут ещё штук шесть можешь сказать. Правильно? И уже двенадцать. А у нас потом ещё вот третий есть абзац. Про то, что многие люди могут раскрыться и отправлять какие-то свои работы. То есть, это может быть работа в новых сферах. Мы уже писали для работы, бизнеса и образования выше. Ну, это немного не то. Это творчество. В смысле? Ну, работа – это работа. Так, Галя, знаешь, давай так. Если очень нужен будет, мы потом добавим. Давай будем относиться к этому как к черновому варианту. Хорошо. Правильно? Да? Вот. Мы ещё... У нас будет возможность это перелопатить, переработать. У тебя вообще два года впереди. Так, давай переходим к следующему пункту. У меня всего неделя до второй четведь. Она самая короткая. Ну, поздравляю. Так не с чем. Не с чем? Я в начале троек нахватаю, и всё, мне главное, чтобы три не вышло. А какие предметы? По-английскому. Ты боишься, что у тебя сейчас троеки будут? Или в начале? Нет, ну сейчас у меня каникулы, а вообще у меня потенциально может выйти три. По-английскому? Да. Ну, и что ты предлагаешь? Что ты предлагаешь? Не, ну просто говори, что у меня ещё два года. Я про экзамены же говорю. Я именно в контексте экзамена. Что можно, я имею в виду, вот отредактировать этот текст в любой момент. От того, что мы его отредактируем в одну сторону, в другую сторону. Это не решит твоих текущих задач, правильно? Так, ну, давай вспоминай, что мы там наболтали на прошлом занятии. Ладно, потом большую букву сделаю. Необходимую для чего-то, например. Для чего? Для школы. Для школы. Для школы. Студенты могут найти литературу нужную для школы. Так, пока думаешь, что есть, правда, быстренько. Ты иногда можешь по-русски говорить, чтобы, если вдруг не хватает слов. Все понимают, что ты не Шекспир. Они могут отправлять свои домашние задания учителям. Тичерс. Тичерс. Видео, ты говорила, помнишь? Они могут смотреть видео. Да. Обучающие видео. Надо написать то, что тут же опять общение. Про то, что они могут списывать у друзей. Это… Мы уже на прошлом занятии с тобой обсуждали. Это не educational opportunity. Давай я тебе еще раз объясню. Окей? Education – это свет в голове. Знание. Знание. Opportunity – это возможность сделать голову светлее. Не оценку в электронном дневнике получить красивую, хорошую, а чтобы голова была умнее. Вот что такое educational opportunity. А у нас вопрос так и звучит именно. Opportunities for students, да? Это ведь… Вот это вот этот вопрос. Да. Вот. Educational opportunity… Кстати, давай вспомним. А ты помнишь, от чего это слово происходит? Что? Opportunity. Я тебе на прошлом занятии экскурс давал. От слова port. Что оно означает в латинском языке? Тебя предложил вариант. Ты как запомнишь? Ты выбрала. Да, я помню. Я вот сейчас вспомню это слово, которое я выбрала. Не помнишь? Нет. Экспорт? Нет. Нет. Экспорт – это параллельное слово. Порт – есть значение передвигать, перемещать. Например, import – вовнутрь, экспорт – наружу. И ты знаешь, что означает слово important? Важный. Важный. А знаешь, почему? Почему? Потому что то, что важное было, его вносили домой. А то, что не очень важно, оставляли во дворе, на улице. Поэтому важно, его надо занести домой, чтобы не украли. Import сделать. Поэтому important. Important означает то, что заносилось домой, вовнутрь. Import. Import. Importante. Importante. Так. А вот это слово ты не помнишь. Правильно? Теперь. Ну, не знаю, час, икс или не час, икс. Но. Ты сказала, что ты хочешь достаточно быстро, я не говорю мгновением ока, но достаточно быстро решить все проблемы с английским языком. Сначала в школе. Угу. Ну, это ведь не твоя основная цель, зачем ты сюда приходишь. Да? Ты приходишь, чтобы вообще говорить на нём. На данный момент нет. Нет. Хорошо. Хорошо. На данный момент нет. Для меня это не важно. Не важно, да, с чем вы сюда приходите. Я работаю с чем, что есть. Ты хочешь решить свои проблемы в школе с английским языком? Да. Все проблемы упираются в ограниченный запас слов. В ограниченный словарный запас. Согласна? Угу. Ты знаешь, что проблемы с грамматикой решаются намного быстрее, когда человек может беспрерывно что-то говорить. Тогда я его поправляю. Это для меня как вот, ну, представь себе, гончар. Ты же занимаешься рукоделием, и ты поймёшь примерно. Я гончар, а слова, которые выливаются от кого-то, это глина. Есть глина, есть гончарный круг, и я могу что делать? Формировать. А теперь, если никто ничего не говорит и не произносит, гончарный круг не крутится, и я ничего не могу сформировать. Угу. Понимаешь? Так вот, когда кто-то непрерывно что-то говорит, и я поправляю, в практике грамматика отрабатывается поразительно быстро. Поразительно быстро. Вы все топчетесь с грамматикой на месте, потому что вы не можете свободно говорить. Вы много не говорите по-английски. Если бы вы говорили бы, то есть такое выражение. Practice makes perfect. Практика – путь к совершенству. Вот. А теперь подумай. Для того, чтобы много говорить, для этого нужны слова или нет? Основная проблема, когда человек не может говорить – это не проблема с грамматикой. Убрать монитор? Угу. Значит, это не проблема с грамматикой. Это недостаток слов. Согласна? Да. Теперь. Значит, для того, чтобы решить твои проблемы с английским языком как можно быстрее, я должен тебя научить работать со словом. Хотя бы с одним отдельно взятым словом. На его примере я тебе могу показать, как можно работать со многими другими словами. И вот opportunity у нас сейчас как раз именно это слово. И как раз у нас opportunity – это и есть возможность для тебя, открывшаяся возможность, чтобы как-то продвинуться вперёд. Угу. Понимаешь? Ты должна, должна видеть, когда мы работаем над словом, видеть всё. что я тебе тогда сказал. Opportunity происходит от слова porto или port, что означает дверь. В латинском языке дверь. И дал тебе примеры. Портал – морской порт, что означает морские ворота. Что ты должна была в этот момент сделать? Ты должна была сделать так. Сказать себе. Сейчас для меня важнее, чем вот эти четыре буквы. P-O-R-T – порт. Ничего в жизни нет. И должна сфокусироваться так. P-O-R-T – порт. Порт – порт. Порт – портал. И привязать это как-то к порталу. П-O-R-T – порт. Понимаешь? У меня многие люди, дети, они сразу запоминают мои подсказки. А другие – не сразу. Проблема лишь в том, кто хочет или не хочет. Пытается или не пытается. П-O-R-T – ясно, да? Ты хочешь решить свои проблемы. Поэтому, поверь мне, ничего сейчас важнее для тебя, чем вот эти четыре буквы нету, не существует. Порт – это дверь. Дверь – портал. Морской порт – дверь. А возможность – это дверь в лучшую жизнь. Поэтому – opportunity. Я тебе мог бы другое слово предоставить. Есть в русском языке слово, но ты его все равно не знаешь. Оппортунист. Оппортунистический. То есть тот, кто везде ищет свои какие-то возможности, лазейки. Ты знаешь такое слово? Теперь знаю. Теперь знаешь. Но оно тебе все равно не помогло. Правильно? Поэтому давай хвататься за дверь. Порт. Порт. Правильно? Хорошо. Вот. Кстати, портье – это не тот, кто в гостинице у двери стоит. И то таскает чемоданы. Потому что есть порт, еще как носить. Значит, what opportunities the internet offers to students? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Порт. Капарнистический.